Сегодня, 11 сентября, граненому стакану исполняется 70 лет. Считается, что именно в этот день, в 1943 году, на стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный был выпущен первый советский граненый стакан. Популярность он приобрел еще во времена Петра I, благодаря своей форме со срезами и толщине стекла. При падении он оставался цел. Изначально стаканы выпускались с разным количеством граней, но позже производители остановились на самом удобном их количестве – 16. По мнению специалистов, выпускать стакан с четным количеством граней проще. Граненые стаканы стали использовать в общепите, в автоматах с газированной водой, в школах и детских садах. Многие кировчане считают такие емкости символом советской эпохи, но некоторые о граненых стаканах сегодня услышали впервые. Что вы можете сказать о граненом стакане? О каком? О граненом стакане. Я не знаю, я такого еще ни разу не видела. Что вы можете сказать о граненом стакане? Ну, исторический древний инструмент питья – это прекрасный 40-градусный напиток. Ну, это 60-е годы, когда было мало посуды, из них пили. Напоминает вагон и граненый стакан в подстаканнике. И раньше мы привыкли, больше было граненых стаканов все равно. Сейчас разных стаканов очень много. Но привыкла, вот, например, внучке даже кашу варить очень удобно. Ну, традиционно русская посуда, из которой пьют водку. Олицетворение полноты, широты жизни. Когда стакан был полный, это считалось, что жизнь удалась. В советское время из них пили чай, водку, наверное. Он, наверное, очень удобный. Постоянно из него выпиваю. Класс, воду. Граненый стакан, на самом деле, это интересное изобретение. То есть количество граненей же было не случайно сделано. Считается, что первый реально настоящий граненый стакан – это количество республик, которые было в СССР. Продолжение следует...